МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Трое детей и один взрослый отравились газом. ЧП произошло в частном доме в поселке Сулак Кизельуртовского района. Новая достопримечательность в новом парке. Экранопланы из Каспийска перевезут в Дербент. Итоги уходящего года подвел Муфтият Республики. В одном зале собрались ученые-богословы, политики и общественники Дагестана. Сегодня ночью 4 человека отравились угарным газом. Инцидент произошел в частном доме в поселке Сулак Кизельуртовского района. Один из пострадавших взрослый, трое дети 13, 14 и 19 годов рождения. Машина скорой помощи доставила отравившихся в центральную городскую больницу Кизельурта. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Другим темам. Александр Бастрекин вручил награду главе Дагестана. В Махачкалинском аэропорту председатель Следственного комитета России и глава республики обсудили вопросы взаимодействия в части обеспечения законности и правопорядка в регионе, соблюдения прав граждан. К концу встречи Александр Бастрекин вручил Владимиру Васильеву медаль, приуроченную к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, за содействие в решении возложенных на Следственный комитет России задач глава Дагестана отмечен ведомственной медалью за заслуги. С января 2020 года в России ведут электронные трудовые книжки. Они обеспечат постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности. Введенное новшество будет добровольным. Привычные многим трудовые книжки будут сохранены. Однако при устройстве на работу уже с 2021 года будет действовать только электронный формат. Просмотреть сведения о трудовой деятельности можно будет в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг. При необходимости сведения о трудовой деятельности будут предоставлять работодатели, а также отделение пенсионного фонда или МФЦ в виде бумажной выписки. С 70-х годов за захватывающим зрелищем передвижение экраноплана по поверхности моря наблюдали каспийчане. Теперь эта достопримечательность будет украшать строящийся в Дербенте парк «Патриот». Руководство Каспийской флотилии, в чем в виде не находилось судно, согласилось передать его Дербенту. Все подробности Луизы Раджабовой. То ли самолет, то ли корабль, боевой ракетоносец, экраноплан «Лунь». Уже четверть века на берегу Каспийского моря стоит уникальное детище советских инженеров. Невидимые радарами способны уничтожить корабль противника с расстояния 250 километров. Творение 20-го века, превзошедшее время. «Лунь», он же проект 903, на взгляд напоминает самолет. Разница в том, что он летает над водой, высоко не поднимаясь. Был разработан в середине 70-х на основе опыта экраноплана КМ. По размерам уступил старшему брату, однако благодаря высокой скорости движения, 500 километров в час мог легко подойти к авианосцам на расстоянии точного запуска ракеты. Единственный в мире боевой экраноплан вооружен шестью противокорабельными ракетами. Его длина – 73 метра, а размах крыльев – 45. В отличие от других моделей, был мореходным, мог выдерживать шторм до 6 баллов, и это при весе 400 тонн. Самый быстрый корабль идет, пусть даже 40-50 узлов, больше нету такого корабля. А этот идет 500 километров в час летит на экран. Он минует минные поля, заграждения любые. Из этого он подлетел, выпустил ракеты, развернулся и улетел. Сегодня экраноплан стоит на территории завода «Дагдизель», однако доживать свой век потомок Каспийского монстра будет уже не в бризе Каспийских волн. Совсем скоро Лунь станет одним из главных экспонатов парка «Патриот», строящегося в городе Дербенте. Командованием Каспийской флотилии совместно с администрацией города Дербент порабатывается вопрос о передаче. Сейчас будут завершены работы по деметрализации в январе 2020 года, проработан вопрос его спуска на воду и перебоксировки непосредственно в городе Дербент. Распад Советского Союза внес свои коррективы в судьбу ракетоносца. Проект 903 был заморожен. Оставшаяся единственная огромная машина, то ли самолет, то ли корабль, совершила свой последний полет в 1991 году. И теперь это уже история. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. 60 дагестанских школьников отправились на новогоднее шоу в Государственном Кремлевском дворце. Это дети из интернатов, отличники, победители Олимпиад и юные герои. Поездку детям традиционно организовало Министерство образования и науки Республики. Накануне в день отъезда с дагестанской делегацией встретилась вице-премьера Мупазель Амарова. Зампред побеседовала со школьниками в вестибюле железнодорожного вокзала. Для детей со всей страны организуют масштабное новогоднее шоу. Кроме Кремля, школьники побывают в цирке и проедут по достопримечательным местам столицы. Муфтия Дагестана подвела итоги своей деятельности за 2019 год. В историческом парке «Россия. Моя история» прошло расширенное собрание. На нем присутствовали ученые-богословы, политики и общественники республики. Подробности знает Хамзанур Магомедов. Строки священного Корана открыли мероприятия. Их прочитал известный арабский ученый Мамун Аравия. Далее все руководители отделов Муфтията представили отчёт о проделанной работе за 2019 год. Первым выступил руководитель отдела ФЭД. 130 канонических ответов его сотрудники издали в этом году. Ответы на вопросы представлены в соответствии с современными стандартами визуальной эстетики для лёгкого восприятия и усвоения информации. Около тысячи человек обратилось в отдел примирения. Большинство вопросов были успешно решены. Его руководитель отметил, что положительный результат связан с мудрым руководством Муфтия Дагестана. Есть очень много проблем в этом направлении. Я думаю, что эта работа идёт и потому, что каждый руководитель отдела, каждый по отдельности, каждый из них работает, отдавая все свои силы. И, конечно, в итоге, конечно, и наш опыт работы более 10 лет в этом отделе, в этом направлении тоже даёт свои плоды. Порядка 26 тысяч лекций в текущем году провели сотрудники отдела просвещения в республике. В основном они были посвящены профилактике экстремизма и терроризма в обществе. А благотворительный фонд «Инсан» оказал помощь малоимущим в размере 125 миллионов рублей. Я считаю, что командой фонда являются все те люди, которые сегодня присутствуют тут. Все те люди, которые… Наши читатели нашего фонда, самый… Даже тот человек, который не остаётся в стороне, если даже он находится в самом удалённом уголке нашей страны, все эти люди, наши волонтёры, добровольцы, они все являются командой фонда «Инсан». И вся эта заслуга наша общая. 140 тысяч экземпляров – такой тираж духовно-просветительской газеты «Ас-Салам». Она распространяется по всей России на десяти языках. Об этом рассказал выпускающий редактор Ансар Амазанов. Первый выпуск этой газеты был в далеком 1994 году. Тогда газета выходила в четырёх полосах. Говорились, короткие новости были и термины «шариат» разъясняли. А на сегодняшний день тематика газеты отвечает всем актуальным духовно-нравственным затрудствам современности. Об итогах деятельности в образовательной сфере рассказал руководитель Департамента науки и образования Абакар Халунов. Над переводом трудов известных арабских и дагестанских учёных работал отделом науки и образования. Также прошла презентация нового мобильного приложения от Муфтията. Руководитель пресс-службы ознакомился со всеми его функциями. Это приложение, оно ещё больше сблизит обычных людей, обывателей с нашими имамами, алимами. Это приложение, иншаллах, упростит нам решение наших проблем, оказание тех условий, которые сегодня люди нуждаются. И оно снизит риски попадания в умы людей, отравленной информацией в соцсети, где нету ни гарантии, ни до соверности и так далее. Последним выступил Муфти Дагестана. Он воздал хвалу Всевышнему за большое количество учёных-богословов в республике. Шейх поблагодарил всех религиозных деятелей за их самоотверженный труд во благо своей веры и Родины. И то, что работники вот так гладко, я до конца мысли не высказал, то, что они гладко так рассказали, я думаю, их работы там только процентов 5, основной это ваша работа. Если бы не ваша поддержка, у них бы из этого почти ничего не получилось. И от того, что они рассказывают, вы не думайте, что это они себе присваивают, это ваша работа. Мы вам благодарны, и они вам благодарны. Далее духовный лидер призвал имамов тесно взаимодействовать с населением и быть ближе к людям. Также Муфти призвал пролагать все усилия для объединения людей и воздерживаться от всего, что может внести раскол в общество. Самое важное, конечно, было выступление Муфтия. Очень много интересных слов было сказано, итоги, но Муфтия Дагестана сделал акцент не на достижениях, а на том, что нужно исправить. Практически он высказал такую, скажем так, программу действий на будущий год. Работа Муфтията – очень ответственная работа, потому что цел мусульмана – Ахират. И работая, как требуется нашим шариатам Муфтията, он зарабатывает в себе Ахират. Я очень надеюсь, что все работники будут перед собой ставить цел, чтобы угодиться Вишнему Аллаху. По завершении мероприятия состоялось торжественное награждение. Благодарственные письма и памятные часы вручили представителям власти и религиозным деятелям. Хамзанур Магомедов, Абдул Алиев, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Представители правительства Дагестана в регионах России встретились с Муфтием республики. Они обсудили вопросы улучшения духовного просвещения соотечественников в регионах страны. Я недавно в выступлении тоже говорил, мы преследуем цели, чтобы когда где-то преступление совершилось или же где-то что-то совершили люди, когда говорят, это совершил дагестанец, любой человек, гражданин России, чтобы сказал, нет, дагестанец не способен на такое подлое. До этого нужно довести умы людей. Я лично, если Аллах мне даст силу, возможность, поддержка, конечно, со стороны государства нужна. Я перед собой вот такую цель поставил. Участники выразили признательность Муфтияту за подготовку религиозных деятелей, которые ведут масштабную работу в разных уголках России. Шейх Ахмад Афанди заметил, что эта работа не была бы возможной без поддержки правительства. В завершение встречи участникам вручили памятные подарки. В Махачкаре в минувшие выходные аллея Дружбового Духовного Центра имени пророка Иссы пополнилась саженцами. В улучшении эстетического и экологического состояния прилегающие территории приняли участие исполнители нашидов. Подробнее в следующем материале. Дерево, кто сажает, это он носит очень большой вклад и на этом свете, и на том свете. Известные дагестанские исполнители нашидов за озеленение города. Богоугодное дело, о котором знают многие. Посадка деревьев на аллее Дружбы для жителей республики уже традиция. Будут внуки здесь прогуливаться по этому парку. Правнуки, они будут гордиться и говорить, вот мой дедушка или моя бабушка, вот мой отец, моя мать посадили здесь дерево. И под тенью этого дерева они будут отдыхать и со своими детьми. Это будет очень приятно. Аслудин, Хабиб и Гаджилав нашли время, чтобы прийти и посадить дерево в память о своих коллегах, с кем на протяжении многих лет они работали и дружили. Они ушли с этого военного мира. Хотим в их честь, в их память оставить что-то на этом земле, посадить дерево и вручить сертификат их родителям. Для нас это честь, потому что наши братья, которые ушли и покинули этот бренный мир, мы в память о них и будем сажать деревья. И помимо этого, это для наших детей, внуков, это уже, как говорится, память. Так что мы надеемся на то, что примет наше намерение Всевышний Аллах. Здесь, на аллее дружбы, что расположено у духовного центра имени пророка Исы, за каждым деревом ухаживают и следят садовники. Администрация центра несет ответственность за посаженные деревья. Камиль Девятов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале чествовали чемпиона лиги ЭСЕ Рустама Керимова. Дагестанский спортсмен сумел защитить титул чемпиона лиги. Турнир по смешанным единоборствам прошел в Санкт-Петербурге 14 декабря. Пятираундовый поединок не продолжился всю дистанцию. Россиянин завершил свое выступление досрочной победой над опытным оппонентом. Далее продолжит Камиль Девятов. Это сейчас Рустам улыбается и встречает гостей в ресторане. А еще совсем недавно он был полностью сосредоточен на поединке против Франциско де Лимы. 31-летний бразилец приехал в Санкт-Петербург, чтобы забрать пояс у чемпиона. Великолепная вертушка! Но Рустам не тот соперник, у которого можно забрать пояс. Проход ноги и классическое добивание. Терногар, гарпокорпус. Еще слева! Добивание! Все! Мотивировала моя команда. Знаешь, это братская обстановка, как они за меня переживали. Мои старшие братья три месяца на протяжении всей подготовки. Я, в принципе, никого не видел, кроме них. И они каждый день там звонили, спрашивали, как, что, помогали. Сказать, что это моя одна, ну, моя победа. Это будет эгоистично, это победа моей команды. Без них, наверное, было бы тяжело. Подготовку к защите титула боец проходил в школе Саадулаева. Набирался борцовской техники и в клубе «Дагестан Файтерс», где работал с профессиональными спортсменами. Если честно, сам не ожидал даже, что он так хорошо подерется, потому что соперник был один из самых сложных для него. Он до этого дрался с Борисовым. У Рустама с Борисовым такой равный бой был, а он вообще обыграл Бориса. Ну, доволен результатом, ну, вся заслуга победы Рустама – это тренера Павдорки Багандова Мохаммеда. Нет у него ни таких, как сказать, изъян. Он хорошо двигается на ногах, струб хорошо бьет. В этом плане моя оценка, да, на пятерку. Поединок завершился как нельзя лучше. Поздравить Рустама пришло много гостей. Здесь и старые друзья, спортсмены, и те, кто поддерживают, помогают в подготовке к боям. Он сохранил вот свое внутреннее состояние человека сильного, волевого, доброжелательного. Человек, который любит свою родину. Я видел, как он приезжал на мероприятие на 95-летие Табасарана. Человек, который переживает и за Дагестан, и за Россию, и за малую родину свою Табасаран, за Дербент. Он проживает, поэтому пожелание его дальше развивать свою карьеру. Рустам Керимов – это тот парень, который своей скромностью, он дает хороший пример для подрастающей молодежи. Он очень в жизни, в быту очень общительный, очень отзывчивый, внимательный. Поэтому очень важно было, чтобы он смог успешно защитить свой чемпионский пояс. К тому же это первая его защита. Очень важно, что он вот так, своими победами, он притягивает молодых ребят к спорту, показывая, что он такой молодой, что практически он, как сейчас говорят, он сам себя сделал. Вот человек такой, и когда его видят, многие ребята молодые просто заинтересуются спортом и пойдут по его стопам. Всегда радуемся, когда наши ребята, тем более молодые ребята, здоровые спортсмены, они же, когда прославляют наш Дагестан, не только на арене Дагестана, России, но и во всем мире. Это действительно большая гордость, приятно, приятно за заслуги. Хочется пожелать им еще больших успехов, еще больших побед. Камиль Дятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы события этого дня. Хороших вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова